Google и SpaceX объявили о создании нового альянса для доставки данных и облачных приложений клиентам, использующим первоклассный широкополосный доступ в интернет Старлинг и удивительные облачные сервисы Google. Меня зовут Андрей, присоединяйтесь к просмотру, друзья, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Это партнерство будет иметь огромные последствия для каждого пользователя интернета, поскольку в будущем оно обеспечит растущие потребности в широкополосном доступе для домов, предприятий и центров обработки данных с непревзойденной скоростью и стабильностью соединения. В кратчайшие сроки объекты центра обработки данных Google могут похвастаться наличием наземных станций Старлинг в своих помещениях, которые позволят безопасно и надежно доставлять данные с полутора тысяч спутников Старлинг в точке на границе сети через Google Cloud. Частная сеть Google Cloud также поможет поддержать предоставление интернет-услуг с помощью глобального спутника Старлинг, который обеспечит подключение к облаку и интернету большому количеству клиентов и предприятий в любом месте, о котором вы только можете подумать. Гвин Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, воспользовалась этой возможностью, чтобы выразить свое волнение и сказала «Сочетание высокоскоростной широкополосной связи Старлинг с малой задержкой, инфраструктурой и возможностями Google предоставляет глобальным организациям безопасное и быстрое соединение, которое ожидают современные организации». Старший вице-президент в Google Cloud господин Урс Хельзе разделил схожий энтузиазм по поводу партнерства и сказал, что Google Cloud рад сотрудничать со SpaceX, чтобы обеспечить организациям с разделенными зонами непрерывный, безопасный и быстрый доступ к важным приложениям и услугам, которые необходимы для поддержания работоспособности их команд. Поскольку это новое направление на базе Google и Старлинг, как ожидается, оно будет доступно для клиентов во второй половине этого года. Агентства государственного сектора, предприятия, работающие на границе сети и организации, работающие в отдаленных или сельских районах, могут вздохнуть с облегчением. С облегчением, поскольку они теперь могут получить доступ к важным приложениям, работающим в облаке, и другим важным облачным сервисам, к примеру, таким как машинное обучение, поскольку корпоративный спрос на облачные вычисления находится на высоком уровне. В соответствии с соглашением SpaceX построит первый наземный терминал Старлинг в новом центре обработки данных Google в Албани, штат Огайо. И также последует его примеру еще больше терминалов, которые могут, если все будет хорошо, помочь Google бросить вызов доминирующему положению Microsoft на рынке. Связь с группировкой спутников Старлинг на низких околоземных орбитах дает этим организациям возможность быстро и безопасно доставлять данные и приложения группам, распределенным по странам и континентам. Поскольку большинство людей не знает, что это не первое сотрудничество SpaceX с Google, вас может шокировать тот факт, что Google инвестировала в компанию около 900 миллионов долларов еще в 2015 году для поддержки непрерывных инноваций в таких областях, как космический транспорт многоразового использования и производство спутников. SpaceX применяет вертикально интегрированный подход к Старлинг, создавая собственный терминал и шлюзы. Вице-президент компании Старлинг, похоже, был поклонником этой концепции и похвалил вертикальную интеграцию, заявив, что красота вертикальной интеграции как в пользовательском терминале, так и в шлюзах и в его спутниковой части заключается в том, что мы постоянно обновляем и улучшаем связь между этими частями инфраструктуры. Прямые конкуренты Старлинг в предоставлении спутникового интернета предлагают тарифные планы до 150 долларов, но имеют ограничения на передачу данных. В комплект Старлинг за 500 долларов входит все, что вам нужно для подключения к интернету, включая ваш терминал Старлинг, Wi-Fi роутер, блок питания, кабели и монтажный штатив. Конечно же, присутствуют и недостатки, включающие в себя основные проблемы, которые компания еще не решила. Одна из основных – это низкая зона покрытия. В настоящее время, имея около полутора тысяч спутников, компании придется установить в небе группировку из более чем 42 тысячи спутников, чтобы обеспечить глобальный охват с ошеломляющей скоростью 1 гигабайт в секунду. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков для него. Обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Также обязательно подписывайтесь на наш ТикТок и другие полезные ресурсы. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Андрей. Желаю вам отличного настроения, друзья. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok